Утро на Гладково 4 Мы на Тимошенково 131 Здесь разгулялась другая стихия Местные жители оборудовали во дворе красивую клумбу Высаживают здесь пионы, розы Но накануне утром здесь лопнула труба Вода устремилась, конечно же, по клумбе Во двор, в соседний двор и далее по всей улице Со своей стороны управляющая компания, конечно, огородила место сигнальной ленты Но местным жителям от этого легче не становится Нарвало в том подъезде, а бежит уже с 9 утра все сюда И по всем водникам это все плывет Вот у нас бежит прям под дом водовики, камушек лежит Мы так же, как и все, серьезно Мы обратились в компанию Краском Там нам рассказали, что о порыве знают и в ближайшее время он будет устранен Сегодня в ночь, в ноль часов, будет отключено холодное водоснабжение в этом одном доме на улице Тимошенково Просим жителей набрать необходимый запас питьевой воды А также, когда утром будут уходить на работу, проверить, закрыты ли краны Чтобы после того, как авария будет устранена, будет подана холодная вода, чтобы не затопить соседей Мы на Пролетарской 147 Здесь, наверное, участок дороги с самым большим количеством нарушителей За моей спиной знак «Кирпич», то есть проезд запрещен Однако дальше по улице находится ветеринарная клиника и еще ряд организаций Каких-то знаков, указывающих, как объехать, ведь здесь находится жилой дом Здесь не установлено, поэтому водители грубо нарушают правила дорожного движения Как приехать сюда? Я в ветеринарку приехал, моя кошка заболела Как приехать? Там закрытое, там закрытое, там закрытое, все Как так получилось? Видели знак «Кирпич»? Да, ну я думал, здесь где-то еще есть дорога повернуть, так бы все нормально Понятно, но в чем сложность? Почему все-таки пришлось проехать? Ну, едем с дочкой в бассейн купаться Быстрее думали сократить дорогу Ну и получилось сейчас ехать обратно Ну обратно опять под кирпич? Ну да, придется Естественно, дорогу перекрыли не просто так Здесь ведутся ремонтные работы и проехать там невозможно Единственная дорога находится и пролегает через двор Какая тут ситуация по вечерам и по утрам, страшно даже представить На этом дежурная группа свою работу заканчивает Если вы стали свидетелем чего-то интересного или даже возмутительного Звоните нам в редакцию по телефону 202-22-22 Свои фото и видео присылайте нам в Viber или WhatsApp Павел Горшанов, Павел Гейнце, Новости Прима Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!